Ну а помощью духовной будущим защитникам Отечества озаботились представители духовенства. В Суворовском училище состоялся торжественный чин закладки капсулы по строительству храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Чин закладки храма совершил митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии. А подробнее об этом в следующем сюжете. Приехал я только ради одного, для того, чтобы привести вам благословение его святейшества, святейшего патриарха Московского Евсения России Кирилла, посланником которого я здесь являюсь. Торжественная церемония началась с подписания грамоты для закладной капсулы в музее истории училища. Своей подписи поставили губернатор Игорь Руденни, митрополит Дионисий, митрополит Амбросий, а также начальник Тверского Суворовского военного училища Владимир Ляпоров. Знаменательное событие произошло в преддверии 80-летия училища, которое будет отмечаться в следующем году. Храм для молодых людей, которые проходят здесь военно-патриотическое и духовное воспитание, конечно же, очень важен, чтобы они могли наглядно видеть здесь на территории и историю христианской церкви, наглядно могли бы погружаться в традиции православной церкви. Игорь Руденни отметил, что воспитанники училища с нетерпением ждали начала строительства храма. Этот символичный процесс, который сегодня у нас произошел, таинство, которое вы совершили, будет и в памяти наших юных защитников Отечества, которые находятся здесь, которые ждали этого дня. По окончании выступлений глава региона и митрополит Тверской и Кашинский вручили Тверскому Суворовскому военному училищу в лице Владимира Ляпарова точную копию полковой иконы апостолов Петра и Павла Тверского Драгунского полка. Пусть благословения святых первоконных апостолов Петра и Павла, всех святых в земле Тверской посеявших, пребывают с теми, кто здесь учит и учится. Инициаторами строительства храма стали выпускники Тверского Суворовского училища, в числе которых глава Роскосмоса Юрий Борисов. Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий благословил эту инициативу и 1 сентября 2020 года совершил освящение поклонного креста на месте будущего храма на территории Суворовского училища.